Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Такая проблема в отношениях за своей девушкой, в отношениях 8 лет, я и она были в браке, образоведины есть дети. Непонятно у кого дети, у вас, Артем, или у девушки. Бывает, накрывает ее волной поругаться, просила неоднократно забрать вещи и уйти, потом принимала, всегда первый иду на контакт, разговоры, ее люблю. Вот и стараюсь, пишите вы, сейчас новая фишка у нее, я не хочу с тобой жить, собираюсь и уходи. Без истерики, я ей говорю, что у нее бзики, со временем она обходит и успокаивается, как быть или нет решения этому дурдому. Пишите вы. Ну, здесь ситуация такая, во-первых, поскольку и у вас, и у девушки есть за плечами опыт, неудачный опыт отношений, то, естественно, каждый реагирует на это по-своему. Вот, каждый реагирует на это по-разному, и у кого-то удается, ну, кому-то удается пережить этот момент, кому-то нет. В случае с вашей девушкой, очевидно, что ей пережить момент развода не удалось до конца, и она до сих пор чувствует, ну, вот, что-то вроде, вот, такого страха, что-то вроде, такой настороженности в контексте того, что вот ее бросили, и, соответственно, можете, ну, можете, можете бросить ее и вы. То есть это, по сути, защита, то, что вы описываете. Вот. И, на мой взгляд, первое, что вам нужно сделать, ну, для себя хотя бы, это, как мне кажется, выработать свое восприятие, свое отношение к этому. Вот. Потому что, если вас это задевает, ну, если вас это задевает, то это, конечно, нормально. Безусловно. Но, если вас это задевает, то, как бы, довольно большая, как мне кажется, вероятность того, что как-то вот вам будет сложно, как-то вам будет болезненно, вот, как-то вам будет тяжело, и, соответственно, вот, вот, если вам будет болезненно и тяжело, то вряд ли вы сможете адекватно к этому относиться. Ну, да. Ну, вот, такая вот история. В данном случае, получается, конечно, неприятная история, но вот в этом смысле неизбежно, если мы говорим про то, что вот происходит. Поэтому, в первую очередь, вам необходимо определиться с тем, что для вас это значит. Это первое, что необходимо сделать. Второе, значит, если вам как-то больно, если вас это как-то задевает, если вас это как-то напрягает, то имеет смысл с этим поработать, вот, чтобы, ну, адекватно на это вообще реагировать. Вот. Это не бяк просто, потому что, ну, если вас это задевает, если вы фактически уже называете это псиками, то, ну, что такое, вот, что такое называть это псиками, да, это, по сути, ну, как бы обесценивать, обесценивать, как бы, реакцию девушки, вот. обесценивать, как бы, ну, вот, ее поведение, так скажем. И, конечно, здесь встает вопрос, да, что делать вам? И именно, вот, по этой причине, да, я и говорю, что, вот, если мы говорим о том, что вам делать, то, в первую очередь, выработать свое отношение к нам. Вот. Это первое, что необходимо. Второе, конечно, вот, вот, что необходимо сделать, это, наверное, ну, вот, вот это примирение, о котором вы говорите, сделать его более, ну, значимым, таким, более важным. То есть, когда я с тобой мирюсь, что происходит? Вот. Что происходит, когда я с тобой мирюсь? Когда я с тобой мирюсь, как это происходит? О чем мы говорим? Да? Дальше. В спокойной остановке, когда у девочки нет такого эмоционального состояния, да, я постараюсь с ней поговорить и озвучить как-то вот ну, проблему. Именно озвучить проблему. Сказать, что вот это повторяется, ну, вот, снова и снова. Это происходит снова и снова, и я как-то вот, ну, хочу тебе помочь, потому что я понимаю, что это проблема. как-то вот, ну, поговорить в этом смысле с девушкой именно вот, когда она спокойна, чтобы была возможность, ну, для вас и для нее. следующий важный момент это, чтобы она сама обратилась к психологу, вот, и начала решать свои проблемы эмоциональные, да, потому что у нее, ну, совершенно очевидно, проблемы эмоциональные у нее. и необходимо найти триггер, когда у нее это происходит. Вчет у нее это, скорее всего, вот, во взаимодействии с вами, происходит, скорее всего, во взаимоотношении с вами, вот, и, соответственно, очень важно, чтобы вы оба видели этот триггер. Все это можно только на психотерапии, причем уже парни, семейные. Вот, с вами вместе нужно обратиться и вместе, как бы, поговорить, вот, это самое, это разобрать. Следующий момент, вам необходимо развивать доверие, потому что, о чем вы говорите от следствия, отсутствия доверия, доверие друг к другу. Вот. Для этого нужно друг друга лучше узнать, для этого нужно друг друга лучше понимать, у вас этого, к сожалению, нет. Поэтому, на старые консультации используются приемы, вот, которые позволяют как раз таки это доверие развить, которое позволяло вывести это доверие на новый уровень, и которые помогают по-новому, по-другому взглянуть на человече, как бы, человека. Вот. Именно для того, чтобы таких ситуаций не было. Именно для того, чтобы, чтобы, ну, люди могли несколько лучше раскрываться друг перед другом. Вот. Я бы сказал, что можно пересмотреть в принципе ваши отношения, да, вот, можно пересмотреть в принципе ваше взаимодействие. Что я имею ввиду? Я имею ввиду, насколько между вами общего много, насколько вы вот, как бы, едины в определенных моментах, как вы взаимодействуете и так далее. Это все нужно разбирать. То, что вы всегда идете на примирение первой, это, хорошо, но, опять же, вопрос, насколько вы свободны в этом, насколько вы естественны в этом и нет ли в том, что вы делаете, какой-то такой вот, ну, напряженности, да, какой-то такой вот неестественности уже, скажем так, это тоже нужно разбирать. вот. Вот, наверное, наверное, такой ответ я мог бы вам предложить сейчас, именно вот с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии. Вот. Решение есть, только, ну, наверное, нужно перестать считать этот дурктомом, вот, потому что, ну, если у девушки есть какие-то, вот, всплески, вспышки эмоциональные, то есть такая большая вероятность того, что они не прекратятся, то есть, что они будут, в общем-то, ну, постоянно просто, да, они будут меньше, они будут, может быть, не такими разрушительными, как сейчас, но, тем не менее, все-таки страна остается. Вот. Это точно нужно понимать. Ну, и центрироваться сейчас на девушке смысла я не вижу, но, если она считает это проблемой, пусть обращается, хотя бы напишет на сайте свой вопрос, и, соответственно, мы ей точно поможем, дадим ей непосредственно, уже обратную связь на ее проблемы. Вот. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго, удачи, и буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего-всего-всего самого лучшего. Субтитры создавал DimaTorzok